Здравствуйте! Сейчас мы с вами наблюдаем за работой одной из избирательных комиссий. Дело, очевидно, происходит утром, на следующий день после первого дня, наверное, голосования. В уровне довольно мало бюллетеней. Охранник, как видите, в шоке, даже отворачивается. Ползущий человек – это председатель избирательной комиссии. Охранник даже уходит, очевидно, сам смущаясь происходящим. И председательница начинает вбрасывать бюллетени. Вбрасывает она бюллетени, очевидно, желая увеличить явку. За хорошую явку обещали премию и желая обеспечить результат. Главному кандидату, ради которого переписывались протоколы, даже итоговые протоколы, ее сотрудница начинает ей активно помогать. Посмотрите, сколько нереально много бюллетеней. И они вдвоем работают, не покладая рук. Затем председательница ложится на пол, и вдвоем они начинают трясти урну с тем, чтобы перемешать бюллетени, как будто бы все естественным путем туда попало. Такая накрученная явка обнаружилась на очень многих участках по всей России. И впервые фальсификации были в этом году за рубежом. Потому что разница между экзитполом и результатами, которые набрал Путин, слишком велика. Да еще, кроме того, в итоговых протоколах оказались результаты еще выше. Вот эти две тетки способствуют тому, что вы видите сейчас на этом видео. А вы скажете, а при чем здесь видео из Белгородской области и избирательного участка в Санкт-Петербурге? А при том, что если Путин еще шесть лет пробудет у власти, погибших будет еще больше. Он продолжит играть жизнями россиян в войнушку с Украиной. Так и продолжатся обстрелы Белгородской области, которые являются результатом его СВО. До 24 февраля 2022 года никто не обстреливал Белгородскую область и никто не нарушал границы России. Пограничным регионам ничто не угрожало и угрожать не могло, если бы не путинское СВО. А сейчас жители Белгородской области погибают каждый день. Но Путину на это плевать. На следующий день после так называемых выборов он праздновал свою так называемую победу, устроив концерт в честь самого себя. Никто и близко не упомянул о жителях Белгородской области. Даже в благодарность Гладкову, это губернатор Белгородской области, за накрученный результат в пользу Путина. А вы знаете, что в разрушенном Шебекино и в Крайворномском районе на некоторых участках накрутили 100% явку, и это под обстрелами, и 100% результат за Путина. Вы верите в это? Я лично нет. Люди даже на улицу выходить боялись не то, что идти голосовать на выборах. Однако некоторые добрались до участков, и мы с вами увидим бюллетени. Вот это разрушенный детский сад, который разрушен по вине Путина, потому что ему приспичило оттяпать кусок украинских территорий. А вот это призыв студентов поучаствовать в патриотическом мероприятии. В белгородских чатах говорят люди, возмущаясь происходящим и этим концертом, и вот этими мероприятиями, что белгородцев хотят убедить, что они хотят умирать. Вот бюллетени жителей Белгородской области, ну, конечно же, это не все бюллетени, и были не только протестные бюллетени, кто-то реально голосовал за Путина под воздействием пропаганды или по принуждению, так как начальник пригрозил увольнение. Таких случаев были по всей стране, а не только в Белгородской области. Но реально Путин не одерживал никакой победы. Он не допустил ни одного действительно реального оппозиционера к выборам. Он даже вот этих статистов, которые были допущены, и то боялся. И поэтому наблюдатели были на очень редких участках. А сейчас нам хотят доказать, что Путин в действительности выиграл эти выборы и получил поддержку. Кто поддерживает Путина и пишет хвалебные комментарии в соцсетях – это бессовестные боты. А если вы бесплатно поддерживаете Путина, то знайте, вы поддерживаете войну, мобилизацию, гибель людей по обе стороны границы и обстрелы Белгородской области и других приграничных территорий. Знайте об этом и помните. Продолжение следует...